Ну что ж, сюжет мне кажется интересный и прямо сейчас о прошлом и будущем района мы поговорим с главой территории Центрального района Виктором Иреклинцевым Витсановичем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну во-первых, с юбилеем поздравим? Да, с юбиляром, с юбиляром. Спасибо большое. Прежде всего поздравляем жителей и гостей города с таким замечательным праздником. Ну вот 55, потрясающая дата, две пятерки. Скажите, отмечать-то как будете? Приглашаем всех ветеранов, заслуженных людей, которые внесли особый вклад в развитие Центрального района 25 ноября в Театр оперы и балета, где, естественно, постараемся сказать всем спасибо, сказать добрые слова. Во сколько это будет? Это будет в 16.00. 16.00, Театр оперы и балета. Друзья, Центральный район ждет всех в гости. Виктор, расскажите, пожалуйста, про Центральный район. Территория большая или нет? Какие жители? Все, что хотите. Ну, давайте немного статистики. Наконец-то мы приближаемся, так скажем, к круглому числу жителей. У нас в этом году по статистике 99,9 тысяч человек. Поэтому демографическая ситуация улучшается. Я думаю, что на следующий год мы перевалим цифру в 100 тысяч. Не более новые микрорайоны появляются. В районе это прежде всего 70 многоквартирных домов, 400 дворов, самое большое количество парков. Не говоря уже про наш знаменитый городской бор, который находится на территории Центрального района. Ну, понятно, что Центр это деловой, да, и науки, и образование. Самое большое количество вузов, 4 вуза находятся на территории Центрального района. Самое большое количество спортивных сооружений, в том числе не только городского, но и регионального уровня. Ну, и Центральный район по праву называется врачебным районом, потому что 22 лечебных учреждения, учреждения здравоохранения, большая часть из которых тоже и регионального, и даже федерального значения. Но все это уже есть. А вот что планируется нового в Центральном районе, в ближайшем будущем? Ведь впереди у нас и саммит шосс, и тоже вы не зря сказали, что деловой центр. У нас, кстати, очень большие надежды именно на это мероприятие, потому что все прекрасно знают, что необходимо решать вопросы, прежде всего, исторического центра. У нас в планах, естественно, реконструировать площадь павших революционеров, потому что после реконструкции и развязки мы до сих пор не могут руки дойти у нас до этого. У нас есть в планах продолжить делать сквер в новом нашем замечательном микрорайоне на Тополинке. В первую очередь скверы там построены. Но вот из сделанного уже в этом году мы открыли реконструированный сквер 20-летия Победы, который находится на улице Воровского. История достаточно длинная, потому что заложено было в 65-м году, и только вот в этом году по просьбе ветеранов мы с помощью Совета директоров Центрального района смогли провести реконструкцию. И, кстати, до сих пор получаем большое количество положительных отзывов. И жителей, ну и самое главное, ветеранов. Для них это было долгожданное событие. Ну и к этому же у меня такой маленький вопрос. Меня беспокоят вот эти старинные наши здания. Не опасны ли они для нас, как для пешеходов? Не нужно беспокоиться, потому что все эти объекты находятся под охраной государства. Ну, кстати, самое большое количество объектов культурного наследия находится как раз на территории Центрального района, и практически все они входят в федеральный реестр. К сожалению, те здания, которые находятся в частных руках, не всегда там соблюдаются. Ну да, какие-то здания заброшены. Вот. Ну, чайная фабрика вот... Новоседка которая, да? Да, чай-развесочная фабрика, которая раньше была в 19 веке построена. Достаточно большое количество домов мы, к сожалению, утеряли. Особенно это улица Труда, где были замечательные такие объекты и примеры деревянного зодчества 19 века. Ну, сейчас, кстати, вообще существует идея такая, она витает. Не то, что в воздухе она уже принимает какие-то там очертания, создать некое историческое ядро, да, вплоть до того, что там расширить пешеходную зону Кировку на большую территорию, ну, почему бы и нет, возможно, что в будущем как раз мы придем к этому, потому что необходимо защищать прежде всего эти здания и объекты культурного наследия от достаточно агрессивной городской среды. Да, это наша история, это наша культура, это самый центр, нам есть чем гордиться. Что ж, еще раз у вас с юбилеем в вашем лице всех жителей района, всех, кто бывает в районе. Это, наверное, все челябинцы бывают всегда. Это его лицо города, мы желаем вам только процветания, красоты. Спасибо вам. О юбилее центрального района мы говорили с главой территории Виктором Иреклинцевым. Ну, а далее прогноз погоды аж на три дня.